А вот начинающая предпринимательница Наталья Абрамова из Карагандинской области знает, как развивать и чем кормить детей. Девушка открыла в городе Абай детский центр и кондитерскую. Они действуют всего несколько месяцев, но уже полюбились жителям Моногородка. В детском развивающем центре действует 10 разных групп по возрасту. Ребята учат казахский и английский языки. По выходным занимаются в изостудии и театральном кружке. С детьми работают профессиональные педагоги, психологи и логопеды. Основательница центра Наталья Абрамова делает ставку на разностороннее развитие ребят. Нам интересно, чтобы дети развивались. Наши дети сейчас не адаптированы. То есть они сейчас не могут шить девочки, не могут паять мальчики. Мы хотим, чтобы они тоже это умели. Кондитерская пекарня – еще одно направление бизнеса начинающей предпринимательницы. Вкусная сдоба уже пользуется популярностью у абайцев. Здесь выпекают до тысячи изделий в день. Горожан приятно радуют отличное качество и низкие цены. Пришел, с пылу с жару взял, пошел. Что оно нигде-то не залежалось, никто-то ее не возил, не перевозил в коробках. Булочки беру, в основном булочки на тормозок. Вот в школу ребенку хорошо, удобно. Главная находка – это наш кондитер, признается предпринимательница. Десять лет Александр Кашков работал в Астане, где перенял рецепты французских, итальянских и московских поваров. Из отечественных продуктов он создает настоящие кулинарные шедевры. Наши казахстанские продукты, естественно, наши сметаны, наши дрожжи, наша мука. То есть наша самая лучшая. Французы даже те же самые, которые приезжали, они говорили, что мука казахстанская намного лучше качеством, чем у них там. И намного дешевле. То есть, значит, мы можем намного дешевле делать выпечку. Пока Наталья Абрамова создала только 10 рабочих мест. Но предпринимательница намерена расширять свой бизнес. Развивающий детский центр скоро обзаведется хореографическим и спортивным залами. А на базе пекарни в планах открыть небольшую кофейню. Бизнесвумен считает, что байцы достойны всего самого лучшего и качественного.